Обходы показали, что надо ходить, смотреть, да? Вот, посмотрели на обходе, тротуара нету, советская плитка, ей там 40 лет, не знаю сколько. Вот постелили новый тротуар. Но я думаю, это правильное решение, теперь надо здесь вот это, покранировать деревья, привести в порядок вот эту территорию. Эту пешеходную дорожку завершили совсем недавно. В нескольких кварталах на пересечении улиц Ивана Голубца и Тургенева есть места, которые уже давно нуждаются в ремонте. Плитка неизвестно сколько ей лет и какое ее состояние здесь. Поэтому поручение такое, здесь меняем. Поребрик с плиткой. Поребрик с плиткой, все как положено делаем, как на Терска. И переходим на ту сторону, на тот квартал. Сейчас перейдем туда и займемся там. На противоположной стороне похожая ситуация. Разбитый асфальт, который также нуждается в замене. С подобными проблемами часто обращаются жители, в том числе по линии территориального общественного самоуправления. Вместе с тем команда действующего главы муниципалитета возобновила практику утренних обходов территории, чтобы определить приоритетные направления работы. Это одно из них. Прокладка пешеходных дорожек на месте так называемых народных троп. Это находится возле дома номер 2 по улице Чехова. До этого здесь срезали путь по газону. Анна часто бывает в этом районе. По газону не ходила, но пешеходную дорожку считает логичным решением. Все равно же его испортили газон. И в результате и ни газона не было, там же ничего не росло, была грязь. Это первая такая дорожка. Она проложена в самом конце сквера имени Гудовича. Там же есть еще несколько народных маршрутов. На них обратили внимание общественники. Как пояснили в муниципалитете, облагородить внешний облик улиц – это одна из инициатив главы курорта. Работа в этом направлении будет продолжаться. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.